Ребят, всем привет! С вами проект Artender. У нас как-то раз спрашивали, что мы тут храним в нашем ящичке со всякими бутылочками. Расскажу, что мы тут храним. Значит, у нас здесь есть, смотрите, соляной раствор 20-процентный. Мы это используем для чего? Для того, чтобы сделать небольшой дисбаланс вкуса, для того, чтобы, когда коктейли сладкие, мы можем добавлять немножко соли, чтобы, в общем, появлялось ощущение какой-то кислотности. Но мы об этом много рассказывали, не будем на этом останавливаться. Здесь штука без названия, но я чувствую по аромату, что это кунжутное масло. Здорово, классно работает в саурах с коричневыми спиртами. Здорово работает в саурах с, там, не знаю, каким-нибудь типа ореховым шнапсом. И не только в саурах, на самом деле. Там, где есть ореховый либо жареный такой ароматический профиль, кунжутное масло классно залетает. Что еще есть? Здесь, я вижу, плавает какая-то гача. И я помню, что мы это делали. Это, значит, перебитый укроп с оливковым маслом. Куда его добавлять? Его можно добавлять смело в драй-мартини, его можно добавлять смело во всякие сухие коктейли. Дальше чего тут еще есть? Апельсиновый биттер. Апельсиновый биттер – классная специя для коктейля, когда вы хотите выйти из плоского вкуса. Вот, например, вы добавляете там какой-нибудь типа джин, добавляете там сухой ликер, добавляете там лимон. И вот вам нужно что-то подчеркнуть из всего этого, да? Можно подчеркнуть классно с помощью цитрусовых, но не добавлять цитрусовые в бокал, чтобы там сок, сахар не появлялся. Если мы говорим про сок апельсиновый, например, если там мадл собрались сделать, вот апельсиновый биттер классно с этой задачей справляется. Дальше, смотрите. Потому что мы оказались в том моменте времени, в котором мы оказались. Мы, на самом деле, ангастуру, короче, пока до сих пор не нашли. Сделали свой ароматик биттер. Вообще сделали его давным-давно, когда у нас еще работал Жора Кучеренко. Он защищал диплом, и в дипломе он исследовал, как можно настаивать всякие разные травы и корени, как они изменяются, если их по-разному обрабатывать, разный спиртовой раствор брать и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, он пришел к какому-то выводу, потом собрал все то, что было в трехлитровую банку, написал мегабиттер, и, короче, мы до сих пор пользуемся уже года 4 мегабиттером. Достаточно тоже классная штука. Томат. Томат, значит, смотрите, это, короче, соус. Мы его подаем к устрицам, вот к тем, которые там вот живут. Это ферментированная томатная вода. Лактоферментированная, она диксоленая, дико томатная. Тоже рекомендую вам это дело использовать в коктейлях вместо сельного раствора. Можно вот такой использовать прикольный томатный соус. Дальше, значит, у нас есть шоколадный биттер. Шоколадный биттер тоже классная тема. Просто он так прям пахнет, знаете, горьким шоколадом, который, типа, особый из детства напоминает. Классно ни разу, на самом деле, не удалось мне сделать шоколадный биттер самостоятельно, но я вот уже сейчас начинаю додумывать. Я упарывался и делал, типа, только на какао-бабах. Недавно подумал о том, что можно попробовать комбинировать с карабом, и тогда это уведет в такую как бы какао-шную историю. Ну, тоже понятно, да, всякие кондитерские коктейли, горячие коктейли, зимние коктейли. Шоколадный биттер – важная, неотъемлемая часть. В коричневых спиртах, твисты на олд-фэшн, твисты на Манхэттен – нормальная история. Оливковый биттер. Оливковый биттер мы его покупали, до сих пор тоже его используем. Он очень сильно пахнет оливками. Не рассолом оливковым, а такими, типа, знаете, раздавленными оливками, которые были с косточкой, и вот их раздавили. Ну, топинат еще это называется. Вот этой штукой, короче, пахнет. Значит, что это такое? Это смолки, ну, это островной вискарь. Островной вискарь – это креольский биттер. Это один из двух, на самом деле, легендарных биттеров. Вот есть пешо, а есть креоль, они плюс-минус одинаковые. Я спросил у Костина, он тоже не знает, что в основном компоненте. А я прочитаю, раз уж мы здесь, ну, конечно, прочитаю. Экстракты пряных трав здесь написаны, поэтому ничего никто не скажет. Ну, мне кажется, что в креольном биттере – это, короче, смесь такой, типа, гвоздики, достаточно нежной, цитрусовых, и, ну, какого-то такого корня. Он такой навялым. Этот биттер такой навялым. Его можно добавлять много, его можно добавлять в май-тай, его вообще легко можно добавлять в тропические коктейли, в тики-коктейли. Классно тоже там он работает, мне невероятно сильно нравится. И, по-моему, я уже все перечислил. Нет, не все, последнее осталось. Ничем не пахнет, и значит, это мыльный корень. Мыльный корень, настойный на водке. Мы это используем частенько вместо белка. Есть всякие там бабл-дропсы промышленные. В различных, да, там, покупных штуках это всякие там используются органические пенообразователи, эмульгаторы. Вот, а мы, пацаны, в цветочках начали использовать мыльный корень. Просто прям брать его, настаивать на водке. Если хотите, как-нибудь мы расскажем, как это делать самостоятельно. Вот, и здоровская пенка, кстати, получается с помощью него. Вот, вот такие секреты хранит эта замечательная коробочка. С помощью нее можно усовершенствовать, хакать классные разные коктейли, разные всякие вкусы. Всем до встречи, всем пока. Подписывайтесь на проект ArtTender. Удачи, ставьте колокольца.